Весенний период 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 безопасности в условиях особого противопожарного режима установлена соответствующая ответственность кодексом российской федерации об административных правонарушениях в отношении граждан это максимальное наказание до 20 тысяч рублей в отношении должностных лиц до 60 тысяч рублей что касается индивидуальных предпринимателей и так называемые крестьянско-фермерские хозяйства то это 80 тысяч рублей и юридические лица 800 тысяч рублей ну а если эти нарушения в условиях особого противопожарного режима допущены в лесном фонде там соответственно штрафы еще достаточно больше то есть там причинить ущерб можно в отношении юридических лиц так я для информации там до 2 миллионов штрафы ничего себе но я думаю вряд ли кому-то хочется платить штрафы хотя но то что вы уже рассказали да то что выездов уже было столько порядка 50 говорит явно о том что нарушают соответственно как обнаруживать нарушителей вообще кто-то уже был найден и наказан ну не дожидаясь введения или открытия пожароопасного сезона введения особого противопожарного режима мы уже на прошедшие выходные спланировали работу соответствующих патрульных и патрульных контрольных групп муниципальных образованиях вот в ряд муниципальных образований это архаринский ромнинский благовещенский округа были направлены дополнительные группы с беспилотными летательными аппаратами в целях мониторинга установления очагов на ранней стадии а также лиц причастных к возникновению таких очагов вот на сегодняшний день уже установлено 10 виновников которые ну разожгли его пользовались открытыми источниками огня которые привели к соответствующим палом и ландшафтным пожаром я так понимаю что люди сами пугаются потому что не всегда ожидают естественно что может такое случиться но обычно даже не ожидают и сами пугаются и звонят правильно вам потом спасите помогите по сути же так получается но вы сказали да про беспилотники они на вашей службе уже находится не первый год себя хорошо я так понимаю показывать до зарекомендовали достаточно хорошо кроме наших беспилотников мы еще активно применяем беспилотную авиацию других под систему в том числе нам оказывают помощь это министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности 3 беспилотника тоже работают и оказывают помощь это серышевский мазановские районы и один работает тоже в архаринском районе то есть они по факту патрулируют постоянные территории да и даже вот какие-то начинающиеся да они работают сотрудниками государственного пожарного надзора с подразделениями пожарной охраны в том числе субъектовой там где необходимо это принимают участие в проверках населенных пунктов в рейдовых мероприятиях еще раз повторю по установлению виновных лиц ну и соответственно по выявлению очагов на ранней стадии для того чтобы подразделения могли своевременно отреагировать и не допустить перехода огня на населенные пункты либо на дворные постройки знаю что еще социальными сетями приходится теперь вам активно работать вообще удивительные времена мы еще не так давно постоянно говорили что звоните по телефону да сейчас и беспилотники на службе и социальные сети очень помогают выручают то есть это вот вообще такие нестандартные инструменты да согласен достаточно оперативная информация по появляется в социальных сетях есть раньше чем вы дальше узнаете да совершенно верно есть такие случаи ну потому что у любого человека есть сейчас телефон можно снять отправить в группу выложить и достаточно оперативно мы получаем такую информацию ну и соответственно реагируем уже выезжаем в том числе совместно с сотрудниками полиции по установлению там где-то мотоциклиста заметили где-то автомобиль определенный и уже отрабатываем по данному направлению имейте в виду жителя морской области вообще огромную роль играете в процессе нахождения преступников да и наказание это стал не преступников правонарушить хотя здесь я бы отметил что кроме административной ответственности у нас еще имеется и уголовная ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности и повреждение лесных насаждений то есть действительно сергей анатольевич пора сейчас жаркая и я понимаю буквально жаркая потому что вот впереди выходные с хорошей погодой и наша главная задача чтобы благодаря нашему эфиру как можно меньше людей вот занималась тем что сжигала например траву сухую на приусадебных участках вечно верно да совершенно верно и в связи с тем что у нас ветровая нагрузка достаточно серьезная на территории области сухая погода число патрулей на ближайшие выходные мы увеличим соответственно увеличим число беспилотные ну и это обычная профилактическая работа это работа с населением информирование о том какие запреты и ограничения действуют и что можно делать а что нельзя в условиях вот такой погоды но мы в любом случае проинформировали людей честно открыто говорим вам об этом для того чтобы вы не нарушали и соответственно и не попадались поэтому сергей анатольевич вам как всегда спасибо за то что подробно и содержательно все рассказали будем надеяться что у вас будут спокойные выходные ну и в принципе что этот сезон как-то все-таки спокойно пройдет для вас спасибо спасибо я напоминаю что сегодня на студии был сергей анатольевич чайбыкин заместитель начальника управления мчс россии по амурской области а вы смотрели программу в центре внимания до скорой встречи в эфире